МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане откроется часовня Сурб-Киприанус. Община Дашушен в Арцахе стремится стать туристическим центром. Сирийская армия ведет наступление на позиции боевиков в южной части Тлиба. Армения занимает стратегическую позицию на сегодняшней мировой карте. Обзор Ки-Си-Дабы-Ди. В Константинополе азиат и монеты армянского королевства Килики. На днях был опубликован 14-й выпуск ежемесячной официальной газеты Западной Армении Родина. Официальная газета должна периодически публиковаться каждый месяц на западноармянском языке. Турецкая и английская версии также будут доступны в ближайшем будущем. В электронном виде газета доступна по следующей ссылке. Правительство Армении предоставит Арцах около 3 млрд драмы помощи для решения жилищных проблем военных пенсионеров армии обороны. Размер суммы находится на этапе уточнения. Написал на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Республики Армении Никол Пшинян. Как я и заявляла в своем выступлении 5 августа в Степанакерте, до 2023 года мы намерены решить жилищные проблемы военнослужащих армии обороны, отметил премьер-министр Армении. 17 августа в 11.30 в селе Корх Ахалкиалакского района пройдет церемония освящения новопостроенной часовни. Под руководством общего викариата Самцхеджевахети и цалка преподобного вортопета Архимандрита Термагакки Амиряна пройдет церемония освящения часовни. Часовня Сурб-Киприанас была построена в селе Корх благодетелем-миграном-ганделяном. По завершении церемонии освящения пройдет обряд благословения, матаха и угощения. Все желающие приглашаются на церемонию благословения часовни. Община Дашушен Аскеранского района стремится стать туристическим направлением как для наших соотечественников, так и для иностранцев. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс отметил глава общины Дашушен Рудик Асланян. По его словам, многие люди посещают сообщество, чтобы увидеть светящийся кресло высотой в 50 метров. За последние годы количество посетителей значительно увеличилось, что можно только поприветствовать. Спонсируемые фонды недавно отремонтировали деревенскую церковь, которая также представляет интерес для людей. Хотя деревня небольшая и насчитывает 137 жителей, оттока жителей почти нет. Дашушен примыкает к Степанакерту, поэтому люди всегда живут в деревне, отметил Асланян. Сирийская армия продолжила наступление на юго-западную часть Итлиба, отбив крупную атаку боевиков в районе южного коридора провинции. Об этом сообщает новостное агентство «Аль-Маздар-Ньюс». Силы Сирийской Арабской Республики приступили к штурму небольшого населенного пункта Кафр. Сейчас они находятся в двух километрах от населенного пункта Эль-Латамна. Данный район на северо-западе Сирии находился под контролем боевиков более семи лет. Сейчас правительственные войска приступили к его освобождению. После непродолжительного сражения с боевиками сирийской армии удалось взять под свой контроль Кафр, вынудив террористов отступить, сообщает агентство со ссылкой на источников армии. Одновременно с этим силы Сирийской Арабской Республики начали наступление в районе южного коридора в провинции Идлиб. В настоящий момент сирийская армия ведет штурм холма Таль-Тари, чтобы получить удачную позицию для наступления на населенный пункт Эль-Латамна. Как сообщать сирийским войскам, удалось перерезать линии снабжения противника, а также уничтожить несколько реактивных установок залпового огня, которые боевики использовали для обстрелов мирных поселений. Армения с красотой своей истории, с древнейшей культурой и своими важными значениями занимает стратегическую позицию на сегодняшней мировой карте. Как передает Армен Пресс, об этом пишет известный британский журнал Kensington Chelsea and Western Minister Today, августовский номер которого вышел в свет с изображением армянского лафавита на обложке. Журнал посвятил Армении обширные статьи, коснувшись истории, веры, туризма и культуры нашей страны. Авторы статей в июне этого года посетили Армению для участия впервые в организованном в нашей стране армянском саммите мыслей, который был организован под высоким патронатом президента Республики Армении Арменом Саркисяном. Армянский народ известен своим видом, который всегда с распростертыми объятиями принимает посетителей и соседи, отмечают авторы. Касаясь армянской истории, отмечается, что Армения была первой страной в 301 году, принявшей христианство в качестве государственной религии. Имея такую богатую религиозную и культурную историю, не случайно, что армяне всего мира и сегодня продолжают христианские традиции, сохраняют свою веру, отмечает журнал. Авторы особо затронули тему геноцида против армян, отметив, что армяне в Османской империи систематически подвергались резне со стороны властей. Тем не менее, из-за политического давления это ужасное преступление до сих пор не нашло справедливого признания со стороны международного сообщества. Полиция Константинополя провела операцию, в ходе которой было изъято 912 древних и средневековых монет. В среде них были монеты Киликийского армянского царства, а также монеты эллинистического и византийского периода. Операция проводилась в районах СНЛР, Фатих и Шишли. В рамках операции были задержаны 5 человек. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акмут Урфана. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА